Итак, продолжаются поиски пропавших в Хабетском районе детей, брата и сестры Павла и Ксении Пряткиных. Как выяснилось, 13-летняя Ксения и 6-летний Павел с разрешения матери ушли поиграть в окрестностях животноводческой фермы Беслинея, где они проживают, и не вернулись. В поиске детей задействованы более 500 человек, правоохранительных органов, спасателей, волонтеров. Привлечены полицейские кинологи. С воздуха с помощью квадрокоптеров местность просматривают специалисты Росгвардии. Мадина Каракетова с места происшествия. Вот уже вторые сутки в окрестностях АУ Беслинея продолжаются поиски двух пропавших без вести детей. 13-летняя Ксения Пряткина и ее 6-летний брат Павел попросились поиграться на соседнем поле и таинственным образом исчезли. К поиску детей подключились сотрудники полиции, МЧС и, конечно же, добровольцы и волонтеры. Ксения и Павел средняя и младший в семье Пряткиных. Всего детей пятеро, по словам матери Раисы Пряткиной. Они без разрешения никогда никуда не уходили и тем более не могли без спроса пойти к реке. 6-летний Павел панически боится воды. Часов в 11 поднялась Саша, это средняя. Поверила, говорю, что ты пришла? Говорю, где остальные там играются? А ты чего? Говорю, пришла попить, хотела воды набрать. На речку шани нет, она пришла воды взять. Воды набрала, попила с собой, налила в бутылку и собралась уже. Тут через некоторое время прибегает Пашка. Пашка, я говорю, что-то я говорю, время стоит, а я говорю, что пришло. Мне говорят, жарко, не хочу я уже играть. Ну хорошо, говорю, а где Ксюша? Там. Ну иди, говорю, позови ее. Пашка побежал за Ксюшей. Минут 20 проходит и посылает Сашу. Нету Ксюши, ни Пашки, ни Ксюши. По словам Раисы Пряткиной, конфликтных ситуаций в семье не было. И она даже предположить не может, что могло произойти с ее детьми. Мобильный Ксения отключен. В поиске детей задействованы более 200 полицейских со всей республики. Сотрудники Росгвардии, МЧС, спасатели, добровольцы с первого дня в поисковой работе принимают участие лично глава Хабейского района Руслан Шаков и сотрудники администрации. Полиция выдвигает несколько версий произошедшего. Основные версии – это подростки ушли, телефон отключен на сегодняшний день. Другая версия – это подростки также могли быть в отношении них совершено преступление. И, естественно, территория, с которой они пропали при неизвестных обстоятельствах, близко расположена к течению русла реки Большой Зинничок. Поэтому третья версия такая, что они могли утонуть. Местные жители и волонтеры, среди которых отряды конников и байкеры, помогают полицейским прочесывать лесные массивы, поля, овраги, прилегающие к ферме, где проживают пряткины. И окрестности аула Беслиней и близлежащих сел совершают подворовый обход. Поиски ведутся и на территориях Ставропольского и Краснодарского краев. С утра организовались быстренько. Выехали, прочесали по квадратам, разделились небольшими группами по 3-5 человек. Везде проехали, искали, охватывали территорию в районе 10-15 километров. Поиски еще продолжаются. Ожидаем еще одну группу наших мотоциклистов, чтобы они приехали. Сейчас обсудим информацию друг с другом и дальше будем искать. С равнодушными, конечно, никто не остался. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Карачаево-Черкесского аварийно-спасательного формирования тщательно, метр за метром, обследуют пойму реки Большой Зеленчук. Дети могли утонуть. Это, напомним, одна из версий, которые прорабатывает полиция. Аварийно-спасательного формирования Карачаево-Черкесской республики на двух катамаранах проходят пойму реки Большой Зеленчук. В опасных местах, где есть подозрения, что могут задержаться пострадавшие, проводится операция с помощью водолазов. Производятся водолазные спуски, поиски. А также на катамаранах проходятся все берега, заторы разбираются. Находимся с утра, с 7 часов утра. Прошли реку от поселка Беслиней, от села, и до Апсуа. То есть два захода делали, спустились, поднялись вверх, еще раз спустились. Обследовали пойму реки, ну, как бы ничего не найдено, никаких признаков, ни вещей, ничего нет. В поисках в общей сложности задействовано более 500 человек. Ищут детей посменно, круглосуточно и говорят, что не прекратят поиски, пока судьба детей не прояснится. Следственным комитетом Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по статье 105. Но родные Ксении и Павла Пряткиных верят, что дети найдутся живыми и здоровыми. Прошу вас, кто видел, кто слышал, обзовитесь, помогите найти моих детей. Я уже не знаю, что я... Обратите внимание на эти фотографии. Если кто-то видел или обладает какой-либо информацией о местонахождении и судьбе 13-летней Ксении Пряткиной и 6-летнего Павла Пряткина, просим сообщить по телефону горячей линии 8-800-78-73-5-17-02 или по телефону доверия Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии 29-2205. Мадина Каракетова, Роберт Джигутанов, Инна Мостова, Вести Карачаево-Черкесия, Хабеский район.